Добрый день, меня зовут Марина. Я мама сына, который был задержан с 11 на 12 августа на Каменной Курке в магазине «Алми». События, произошедшие 9 августа, разделили Беларусь на «до» и «после». В преддверии выборов главных соперников Лукашенко не допускают до участия. Виктора Бабарико и Сергея Тихановского задерживают. Валерию Цепкало приходится покинуть страну с семьей. Единственным альтернативным кандидатом становится Светлана Тихановская, чей муж до сих пор находится в СИЗО. В избирательной комиссии не были допущены тысячи простых беларусов. Независимым наблюдателям повсеместно мешали выполнять свои обязанности. После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи неравнодушных беларусов вышли на улицы своих городов, чтобы защитить свой выбор. На тот момент, по результатам провластного «Гзитпол», действующий президент Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская чуть менее 7%. Жестокости, с которой действовали власти при разгоне акции протеста 9-11 августа, Беларусь не видела с окончания Второй мировой. Здесь стреляли, бросали светошумовые гранаты, поливали из водометов, избивали в РВД. Протесты продолжались и продолжаются до сих пор по всей Беларуси. К счастью, они приобрели более мирный характер. Небывалая агрессия со стороны силовых структур направлена на протестующих, абсолютное отсутствие интернета в первые дни, многочисленные жестокие задержания. Это то, с чем столкнулась наша страна. Это у меня бывший спортсмен, занимался боксом, служил армию. Он приезжал в отпуск, я до этого очень сильно заболела, и он приехал меня навестить. Вот, к сожалению, получилось так, что родина его приняла. Сын мой не участвовал ни в каких митингах. На момент задержания он находился в магазине, зашел за продуктами. Зашел он туда часов в девять вечера, а выйти потом не смогли, потому что охрана закрыла магазин. Потому что там уже начались митинги, начались задержания. Он говорит, я не помню в какой момент, кто-то открыл двери. То есть это уже было половина одиннадцатого. Двери были открыты, соответственно, их всех оттуда забрали. Забрали сразу в автозаке. Без разъяснения и без объяснения. В 22.20 он мне позвонил, это был последний его звонок. Он сказал, мы не можем выйти. Я кричала в эту трубку, что давай я к тебе приеду, заберу тебя на такси. Он сказал, что мамочка, ради всего святого, только тебя здесь не хватало. Я не знала, что там происходит, как там происходит. Но стало страшно, когда связь оборвалась, и на связь он больше не вышел. Вот это было очень страшно. Как вам сказать, ночь? Была ли это ночь? Ну, происходило все как в кошмаре, в страшном сне. Я ходила к окну, я ходила на балкон. У меня была надежда все-таки, что он может там у кого-то на каменной горке остановился, потому что не мог сюда приехать. У меня еще теплалась надежда. Я думала, вот-вот, ну, телефон зарядится, или из чего-то мне телефона позвонит. Поэтому ночь прошла очень быстро. Я плакала все время. Бесконечно. Мне казалось, что у человека не может быть столько слез. Но это была такая безысходность, такой ужас, что ничего не оставалось, кроме как кричать от этого ужаса. Знаете, мне всегда казалось, что у меня такого не может произойти. Ну, вот, наверное, как любая мать, она уверена в том, что это обойдет ее стороной. Что людское горе, оно везде есть. Но вот как-то вот, я просто скажу, что это ужас, это страх, это ад. Когда ты не знаешь, где твой сын, живой ли он вообще, и что будет дальше. На тот момент, главное было его вообще найти, чтобы он был живой. Вот это у меня была единственная, наверное, мысль. Чтоб только был бы живой. Но на связь он так и не выходил в течение двое суток. Мы его искали все. Не было его ни в одних списках, ни на Крестина, ни на Жодина. Пока мне не позвонил парень, который вместе с ним сидел. Но он отсидел уже там трое или четверо суток, я уже не помню. И этот парень вышел и позвонил и сказал, что мой сын на Крестина. С его слов суд происходил. Вызвали пофамильно. Завели в кабинет. Сидела судья и секретарь. Здесь зачитали протокол, что участвовал в митингах. Он выкрикивал лозунги. На что Никита сказал, что в митингах не участвовал. Ничего не выкрикивал. Никакой атрибутики при себе не было. Ну, не сильно там кто-то что-то разбирался. Пять суток ареста выписали. На этом суд был закончен. Ну, я его ждала уже у подъезда. Мне когда племянник позвонил, что на проспекте Пушкина уже, я уже стояла у подъезда, ждала. Мне просто хотелось обнять сына. Смотреть, что он живой. Это даже как вам сказать. Знаете, когда салют запускают, дети радуются. Вот, наверное, было точно такое же состояние, как, может, когда-то матери своих детей с войны ждали, они радовались. Ну, наверное, что-то вот такое. Я реально была счастлива, что я его вообще увидела, что он жив. Он когда приехал домой, я и так видела, что он еле тянул ногу. Он когда разделся. Вся задняя часть тела, она была вся черная. Очень болела голова. Ну, соответственно, он и сам весь тресся точно так же, как и я. Потому что для него пройти это тоже, это ужас. Эмоционально он был подавлен. Он вообще не хотел говорить на эту тему. Просто хотел забыть это все, как страшный сон. Но ему было тоже страшно. Как любому нормальному живому человеку, думаю, что это страшно. Я старалась ничего не уточнять, ничего не спрашивать. Я просто хотела, чтобы он спокойно лег и спокойно спал в доме в тишине. Поэтому старалась вообще его не трогать. Но совсем он вернулся у меня только на одну ночь. Потому что на следующий день его опять закрыли в Окрестина. У него с собой был и паспорт, и телефон, и сумочка. Там на Окрестина же сразу забирали. Он сказал, что документы должны храниться дома. И мы поехали их забирать. Вы поехали вместе с ним? Да, я поехала вместе с ним. Он не хотел вообще туда идти. Он очень просил, что мамка, сходи сама, забери документы и забери все. Он не выходил даже из машины. Но когда я подошла ко Крестину, там сказали, что в связи с тем, что он совершеннолетний, он должен приходить забирать свои вещи сам. Да, он пошел. Мы как-то не обратили внимания, сколько прошло после этого времени. Я там была еще с братом своим. Пока брат не спросил, что полтора часа, она же не выходит. Я подошла к волонтерам. Мне волонтеры сказали, стучите и спрашивайте. Я один раз постучала, мне сказали, ждите. В 10 минут я второй раз постучала, мне сказали, ждите. А потом, третий раз, когда я уже постучала, я стала кричать, вышел парень и сказал, что они тут на территории ИВС еще с одним устроили дебуш. Их забрало РУВД. Я стала плакать и кричать, что побойтесь Бога на территории ИВС. Но, к сожалению, меня никто не слушал. Двери закрыли и все. И после этого нам сказали, что его забрали в московское РУВД. Мы поехали в это московское РУВД. На что нам там ответили, что таких не привозили и ничего не знаем. Больше с нами разговаривать никто не захотел. Пока мы возле РУВД стояли, вышел парень, который сидел с ним в одной камере. И он нам подтвердил, что они вдвоем сидят в актовом зале, в этом РУВД, под конвоем. За что и как, мы никто ничего не знали. А когда я приехала домой, я позвонила в РУВД. Я стала плакать и просить, что ребята, как матери хотя бы скажите что. Мне ответили. Откуда приехал, туда и уехал. Поэтому мы этот момент знали, что она окрестина. Потом где-то через час мне позвонили волонтеры и сказали, что его увезли в больницу. Там оказалась черепно-мозговая, ушибы, разбито это колено. Поэтому в связи с тем, что совсем себя плохо чувствовал, и его и оставили в больнице. Понимаете, говорить, наступает на больную мозоль, мне тоже не хотелось. Но это ЧМТ не 100 летней давности. Поэтому когда их закидывали в автозак и потом били на окрестина. Я думаю, что многие даже половину не помнят, куда попадали эти удары. Нет, второй раз вообще не били. То есть после случая он пошел за вещами, а в тот раз уже не били? Нет, нет, нет. Ни на окрестина, ни в РУВД, никто, ничего. Жалобы головная боль, головокружение, боли в области гематом. Статус. В области обеих ягодиц имеются крупные сливные гематомы на две трети поверхности ягодиц. Гематомы неправильной формы, синюшно-бордового цвета, с участками просветления и зеленоватыми краями. Имеется подкожная гематома наружной поверхности правого бедра до 7 сантиметров в диаметре округлой формы. За ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга от 11.08.20. Рекомендован невролог по месту жительства. Автальбомолог глазное дно. Какое себя сейчас чувствует? Ну, он подавленный. Не знает, чем это вообще все закончится. Он боится выходить в магазин. Он говорит, я уже за хлебушком сходил. Мы ходили к психологу онлайн. Ну, надеюсь на лучшее. Он теперь все время старается общаться со мной. Он не хочет ничего лишнего. Первые дни он каждую ночь разговаривал, кричал. Сейчас, слава богу, уже нормально. Я не знаю, как его планы, но мне бы хотелось, чтобы он не жил в такой стране. Там, где страшно выйти на улицу, там, где не знаешь, дойдешь ты до магазина или дойдешь мусор вынести, никто не знает. А на данный момент в нашей стране стало жить страшно. Если бы у вас была возможность, что бы вы сказали людям, которые били его? Я бы им сказала, дай бог им здоровья. Если у них хватило сил, если у них хватило этой ненависти, это просто как надо ненавидеть этих ребят, которых брали, чтобы с такой силой издеваться. Это в крови должно быть. Или что? Не может нормальный человек издеваться вот так вот над людьми. Он не может. Это нельзя пережить. Впрочем, как и нельзя забыть. Как можно забыть и простить то, что происходит с твоим ребенком? Он у меня один. И потерять его под чьему-то указу и глупости, это бесчеловечно просто. Мамы, сына которого задержали, который практически пропал, не знали где и что, это страшно. ни одной матери в мире я не хочу пожелать того, через что пришлось пройти мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok